Здравствуйте! Сегодня мы проходим вторую тему предмет и методы бухгалтерского учета. Как и у любой науки, у бухгалтерского учета есть свой предмет и методы, а также принципы его построения. Научное исследование бухгалтерского учета – это процесс целенаправленного изучения объекта с использованием научных методов. Объект – это то, на что направлена познавательная деятельность исследователя, а предмет именно то, что изучается и исследуется. В качестве основных принципов бухгалтерского учета, в соответствии с которыми он осуществляется, можно выделить следующее – непрерывность. Любое предприятие рассматривается как непрерывно действующий и функционирующий субъект. Предполагается, что он в состоянии продолжать свою работу из года в год, будет и в дальнейшем функционировать в течение определенного периода, и что у него нет ни намерения, ни необходимости в значительном сокращении масштаба деятельности, ни тем более в ликвидации, если только отсутствуют факты, подтверждающие обратное. Принцип начисления. В бухгалтерском учете доходы признаются и отражаются в финансовых отчетах тогда, когда они заработаны, а расходы, когда они понесены, а не тогда, когда денежные средства получены, либо выплачены. Принцип понятности. Информация, предоставляемая в финансовых отчетах в хозяйствующих субъектах, должна быть понятна всем пользователям. Принцип значимости. Финансовая информация должна быть значима для того, чтобы удовлетворять потребности пользователей в процессе принятия ими решений и помогать им в оценке событий хозяйственной деятельности. Принцип существенности. Этот принцип означает, что информация подразделяется на существенную и на несущественную. Существенной частью считается информацией, если ее отсутствие, пропуск или искажение может повлиять на экономическое решение. Достоверность. Информация является достоверной, если в ней отсутствуют существенные ошибки или предвзятость, и на нее могут положиться пользователи. Нейтральность. Информация, предоставляемая в финансовой отчетности, должна быть свободной от предвзятости для того, чтобы быть нейтральной и надежной. Осмотрительность. При принятии хозяйственных решений, необходимых для оценки в условиях неопределенности, требуется соблюдение степени предосторожности, чтобы активы и доход не были переоценены, а обязательства или расходы не были недооценены. И принцип завершенности информации о финансовых отчетах в целях обеспечения достоверности должна быть полной. Сопоставимость. Чтобы финансовая информация была полезной и содержательной, она должна быть сопоставима от одного отчетного периода к другому. Последовательность. Принятые методологии и выбранные методы учета не должны меняться до тех пор, пока не возникнут веские для этого причины. Правдивые и беспристрастные представления финансовой отчетности должны создавать у пользователей правдивые и беспристрастные представления о финансовом положении, результате финансово-хозяйственной деятельности, движении денежных средств субъекта. И последний принцип – это принцип своевременности. Информация должна быть формироваться и предоставляться своевременно, однако не в ущерб надежности. Предметом бухгалтерского учета в широком смысле все то, что связано с получением необходимой информации о субъекте хозяйствования и его хозяйственной деятельности и ресурсах. В узком смысле предметом учета является совокупность процедур, связанных с выявлением, измерением, регистрацией, накоплением, обобщением, хранением и передачей информации о хозяйственной деятельности пользователям для принятия решений. Хозяйственные процессы можно разделить на три – снабжение, производство и реализация. При снабжении мы находим поставщика, покупаем от поставщиков товары и привозим в склад. Со склада мы можем отправить материалы, сырье, материалы на производство какой-либо продукции, либо оказание услуг. Также уже готовую продукцию мы привозим на склад после производства и дальше ищем покупателей, продаем. Это все, что вот это вот, весь цикл – это и есть хозяйственные процессы бухгалтерского учета. Все, что происходит в финансовой, хозяйственной деятельности предприятия, бухгалтер учитывает и оформляет документально. Субъект бухгалтерского учета – это предприятие в лице предприятия, организации, учреждений. Стоит отметить, что предмет и объекты учета ограничиваются рамками предприятия. Бухгалтерский учет является локальным процессом процедирования информации об объектах учета использования в управлении предприятием. Предмет бухгалтерского учета – это вот могут быть все, что есть у предприятия. Это все хозяйственные ресурсы, хозяйственные активы, хозяйственные средства предприятия и все источники их образования. Под хозяйственной операцией понимается любое движение в составе активов и пассивов или одновременно как в составе активов, так и в составе пассивов. Например, если предприятие покупает необходимые ему материалы, то происходит одновременно следующее. С одной стороны, увеличивается наличие материалов в результате их покупки. Это означает, что в составе активов было изменение. А с другой стороны, возникает долг, обязательство перед поставщиками. То есть происходит движение в составе пассива, обязательство. Состав активов и обязательств предприятия отражены в типовом плане счетов бухгалтерского учета, утвержденным приказом министров финансов Республики Казахстан от 23 мая 2007 года. В связи с тем, что любая хозяйственная операция затрягивает движение активов, пассивов или же одновременно и активов и пассивов, то каждый из них является объектом бухгалтерского учета. К активам мы относим все хозяйственные средства предприятия, хозяйственные ресурсы предприятия, а к пассивам мы относим наши капитал и обязательства, то есть все наши источники образования активов. Поэтому можно утверждать, что объектами бухгалтерского учета являются хозяйственные средства, средства в сфере производства, в сфере обращения, в сфере непроизводственной сферы. Также объектами являются источники хозяйственных средств, это источники собственных и привлеченных средств, неопределенный доход, хозяйственные процессы, обеспечение производства, реализация и так далее. Все это является объектами бухгалтерского учета, то есть бухгалтерским учетом мы все это должны учитывать, оформлять документально, проводить бухгалтерские проводки на каждую операцию. Под методом бухгалтерского учета понимается совокупность способов и приемов, при помощи которых осуществляется сплошное непрерывное наблюдение, изучение и исследование бухгалтерской информации. К элементам метода бухгалтерского учета относятся документация и инвентаризация, оценка, калькуляция, счета и двойная запись, балансовое обобщение и отчетность. Все, что все хозяйственные процессы, вот самый первый способ в бухгалтерском учете, это оформление документом весь процесс. Финансово-хозяйственной деятельности, все движение, например, активов, движение в составе пассива, все это документально оформляется. Инвентаризация. Инвентаризация, она в организациях бывает полная и частичная, бывает плановая и внеплановая. То есть инвентаризацию мы проводим для того, чтобы проверить фактическое наличие, например, каких-нибудь средств. Например, мы можем провести инвентаризацию склада, инвентаризацию кассы. То есть мы проводим и составляем комиссию, проводим инвентаризацию, считаем все наличие активов, а потом сравниваем их с учетными данными. Следующая оценка и калькуляция. Все, что поступает на предприятие, вот все наши активы, ресурсы, мы все оцениваем. Оцениваем, то есть мы можем оценить по первоначальной стоимости, обязательно мы находим амортизируемую стоимость. Также мы можем использовать балансовую стоимость, текущую стоимость, в зависимости, что будет нам поступать. Калькуляция. Калькуляция – это исчисление себестоимости продукции, счета и двойная запись. На каждое хозяйственное средство и источнике хозяйственных средств есть специальные счета, которые отражены в типовом плане счетов бухгалтерского учета. Двойная запись – это отражение одной операции в дебете одного счета, в кредите другого счета в одной и той же сумме. На этом все. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...